Всем привет, это Гульнос. Сегодня у нас немножко такой будет вечерний прогулочный влог. Не знаю, захотелось немного поснимать и заодно прогуляться. У нас тут наш двор немного украсили. Вот так. Ну, совсем самого малости. Все так поснимаем. В общем, это у нас такие часы на стойке. В общем, так украсили. Симпатично. Ну, камера, конечно, теперь не передает. В общем, такая вся радость в нашем дворе. Сегодня вот сейчас у нас немножко холодно. Где-то, наверное, чуть больше нуля. Ну, снег был, но он был такой. Совсем легкий. Даже практически незаметный. Ну, типа, наверное, если его ассоциируют с дождем, такой вот слепой снег. Как вот бывает слепой дождик, да? Вот так выглядят ночью наши опаты. Видите, большие окна. Там хочешь, не хочешь, можно заглянуть. Вот так все это выглядит. Не знаю, насколько хорошо это получится. Но я решила немножко, как бы, взять с собой камеру, поснимать. Я частенько так вечером хожу погулять. Отдохнуть от наших дневных дел. Немножко переварить ужин. И так подготовиться ко сну. В общем, вечерняя такая прогулка. Минут на 20-30 как раз. То, что надо. Там тоже далеки. Тоже так украсили. Интересно. Елка, конечно, в нашей округе нет. И не будет. Обычно так не украшает. Но вот какие-то такие гирлянды небольшие вешают. Вот на заборчик тут повесили. Еще на деревья так вешают их. В общем, такие деревья становятся такими яркими, красивыми. Симпатичными такими. Там машинка едет. Ветером удобно, что лишних взглядов нет. Вот в днем, когда снимаешь. Так всем интересно, кто снимает, что снимает. И сразу же девушка с камерой. Кстати, вот я вам давно вообще захотела показать. У нас тут такое есть окно обзорное. Окно, говорит, зеркало. Она вот такая интересная. Она выпуклая. Но без увеличения. То есть, когда вот выезжают машины, да, в наш переулок, сюда. Либо выезжают, сразу все видно. Она такая выпуклая, а сразу освещает. Все обе стороны. Две-три стороны. Я, кстати, там стою с камерой. Как раз на токонек. И вот так все это видно. Ну, это просто так предисловие. Сегодня я хотела немножко поговорить на тему детей и билингвов. Вообще-то можно было поговорить на тему трилингвов. Но как раз у нас на тему трилингвов как раз можно было поговорить. Но, в принципе, более такое широкое собственное название – это билингвы. Хотя вот у нас, у меня вот четыре языка. Так, у меня русский, узбекский, английский, корейский. У мужа три языка. У мужа, значит, корейский, английский, японский. И вот у моих детей сейчас корейский самый, как бы, родной, да. На корейском они думают, на корейском они, как бы, разговаривают. Предложение строится по-корейски. По-русски я с ними разговариваю. По-русски они очень хорошо меня понимают. Ну, дочь, по дочери я пока сужу, потому что сыночка еще маленький, всего восемь месяцев. Вот, как бы, по сыночке пока еще судить рано. Ну, а дочка, ей уже больше четырех лет, она хорошо меня понимает. И, в принципе, я очень довольна тем, что она даже может не только понимать, но иногда даже отвечает. Хотя, конечно, ей намного легче отвечать именно на корейском. У нас такая интересная игра дома есть, называется. Даже не знаю, как назвать. Ну, в общем, игра такая, когда... Что она сказала или что он сказал. В общем, у нас же как... Я с дочкой разговариваю по-русски, муж не знает. Я с мужем разговариваю по-английски, но дочка там что-то улавливает. Муж разговаривает с дочкой по-корейски. Вот такой вот треугольник. Прикольный. И, значит, мы... Значит, мы... Если, допустим, я с мужем разговариваю там по-английски, да, и она там что-то улавливает, что-то не улавливает. Если, допустим, не улавливает, она переспрашивает. Мама что сказала? Слева папы, да, либо у меня переспрашивает. Возможно, она как бы себя тем самым еще как бы проверяет, да? Она потому что, хоть и не говорит по-английски, но она улавливает. Она, знаете, допустим, какие-то простые такие вещи, ну, типа, пойти куда-нибудь, да? Я уже как-то давно заметила по таким простым вещам. Допустим, если я говорю, пошли туда там или пошли туда. И она спрашивает, а по-ди-ка, то есть папа, мы куда идем? Если, допустим, либо у меня спрашивают, да, куда мы собираемся пойти. Ну, и вот по разным таким моментам, допустим, если что-то покушать, да, и она, допустим, говорит, давай что-то закажем. И она сразу переспрашивает, либо у меня, либо у папы. Что мы будем кушать, что мы закажем? И вот, хоть она не говорит, да, но она говорит по-корейски. Она все равно как бы улавливает эту английскую речь. И по-русски тоже она говорит, но она говорит плохо. По-русски она говорит как бы с акцентом таким. Но, тем не менее, несмотря на то, что она говорит с акцентом, ну, как бы можно ее, в принципе, понять. Единственное, что, если она говорит по-русски, то она строит предложения, вернее, по грамматике корейской, но вставляет русские предложения. Допустим, если она хочет сказать, мы идем, допустим, в парк, да, ури парке кайо. То есть нужно говорить, в принципе, ури кунгвонэ кайо, то есть кунгвон, как подлежащий, да, и она поставит вместо кунгвон парк, А, это уже окончание, указывающее на, куда вот мы идем, да, то есть направление указывает. Или, допустим, какое-то место указывает, да. Тут, кстати, вот смотрите, магазин здесь небольшой, и вот прямо все это на улице стоит. То есть тут стоит как бы кавер наблюдения. Вот там, по-моему, наверх она стоит. Ну-ка. Да, вот кавер наблюдения. Ну и там тоже в других сторонах стоит. В общем, хозяева магазина не боятся, тут у них только риса, что кто-то покусится на эти продукты. Две часы уже больше, один сейчас магазин сейчас работает. Здесь отец под рыбу продают. Она уже, вон, не сосединила. Она уже, по-моему, продали в любых, в принципе-то. В общем, ладно. И, допустим, если... Так, почему я остановилась? В общем, она подставляет русские слова в корейскую грамматику. И очень часто именно вот так как бы она и разговаривает. То есть она как бы чисто по-русски, если она что-то придумала, она не говорит. Но если, допустим, какие-то... Есть устраившиеся слова или выражения, да, допустим, «Мама молоко дай», то есть она говорит, «Мама молоко дай», потому что я ее так приучила. Ну, в общем, моя дочь, если говорит что-то, хочет говорить по-русски, то она подстраивается под меня. она как бы... Если не знает, что говорить по-русски, она говорит по-корейски. Ну, знает, что я понимаю. А если... Она... О, киска. Это вот задняя часть ресторана. А вот они готовят мясо, тоже складывают бутылки. В общем, ладно. Если она как бы знает, уже у нее в голове как бы уложились, да, какие-то... Уложились какие-то словосочетания, какие-то вот предложения, да, часто употребляемые, которые я как бы ей даю заучивать. Не то, чтобы заучить в прямом смысле, то есть я ее без конца перескрашиваю. Если она хочет мне сказать что-то по-корейски, я ей говорю, «Давай скажи по-русски». То есть, допустим, она мне говорит, ну, ну, какие-то предложения, да, я ей сразу говорю, «Повтори давай по-русски». И вот то же самое предложение, «Повтори по-русски». Она повторяет. С первого раза у нее обычно не получается, то есть чувствуется, что язык заплетается первое, и потом какой-то акцент все равно чувствуется. И потом, как бы, слова не выговаривают четко с первого раза. Но я, как бы, ее тренирую. И, в общем, после второго-третьего раза уже более-менее она хорошо выговаривает. Если... И если вот так, если как раз уже, как бы, одно и то же повторяю, что она уже более-менее заплымяет хорошо. Что меня очень, конечно, радует. Тут, кстати, вот к вечеру очень много мусора. Тут вот листовки с предложениями интимных услуг валяются. Кстати, это... Эти листовки расспрасывать противозаконно. И вот я однажды шла по улице вечером, да, где-то после 10 вечера, и шел молодой человек, и вот он так, как бы, из-под тяжка, как бы из-под полы, ну, не знаю, как это назвать. В общем, не рука не впрямую так двигается, да, а вот она так резко выкидывает в листочке, в общем, чтобы его, как бы, не поймали. Это вот у нас разрушитель курицы. Вот, чтобы его не поймали, потому что это противозаконно. Вот. И конечно, за ночь это очищается, либо рано утром, там, в 5-6 утра, и утром уже все чисто, видно, обратно, лица опять чистое. Ладно, я опять сегодня, по-моему, нормально не договорю. В общем, я дочь каждый раз приспрашиваю, если она мне говорит по-русски, я ее, вернее, она говорит мне по-корейски, я ее по-русски учу, она потом по-русски повторяет, и потом в следующий раз, уже если то же самое, то я даю ей время подумать. Иногда бывает, если мало повторили, то она, как бы, не может вспомнить. Если же уже повторили несколько раз, ну, бывает 2-3 случая таких, она уже, как бы, знает, о чем речь идет. И, как бы, она уже более-менее так ориентируется, запоминает. Кстати, у нас, я еще что-то хотела сказать, пока сейчас не забыла. У нас первое время, дочь, кстати, заговорила очень, ну, довольно-таки рано. Я, потому что начиталась про билингов, что дети обычно поздно начинают говорить. Там люди с работы идут. Дети и билингов начинают поздно говорить, потому что два языка ими сложно. Вот. и, в общем, но, к моему удивлению, она начала говорить даже раньше, чем обычно. Я, потому что, с ней много разговаривала, и потом, как бы, ну, со свекровью тоже она часто общалась. То есть, у нее параллельно шло. Вначале параллельно, а потом уже, конечно, немножко колечки опередил вначале, а потом сильно опередил, потому что она пошла уже в садик с двух лет, с двух с половиной, в два с половиной просьбы. Она пошла в садик, и, в общем, уже было более-менее у нее на корейском, а потом резко корейский, конечно, вперед вышел. А вот русский он так и отстал. Я уже, как бы, общими усилиями своими и ее вот так мы сейчас русский как бы подтягиваем. Ну, с врачишкой она разговаривает по-корейски, вот, со свекровью она разговаривает по-корейски, ну, со всеми родственниками по-корейски. В садике я вас спрашивала, боялась, может быть, она там что-то, ну, как бы, не усваивает, либо, ну, мало ли, не знаешь же. Вот, ну, садики говорят, что она очень хорошо усваивает и ничем, как бы, ни в чем не отстает от своих сверстников. То есть, у нее даже есть сверстники, которые хуже нее, как бы, в развитии. То есть, я когда ездила, ходила к ней на утренник, я ее видела, как раз говорят детям, как они рассказывают, стишки, конечно, если сравнить, то, к моей радости, у нас были довольно-таки публичные успехи. Вот, ну, в то время. Сейчас уж, конечно, более-менее сравнялось, дети тебе подтянулись, но, тем не менее, тогда, конечно, у меня это очень сильно спастило. Единственное, что она вот до сих пор, когда вот пытается что-то говорить, иногда бывает, думает долго, то есть, начинает там, и она, и вот, когда начинает, допустим, предложение, иногда бывает, она как бы запинается. То есть, вначале, конечно, я очень переживала, потому что, ну, ребенок как бы запинается, это же, не знаешь же, вдруг какие-то отклонения от речи или что, да, но, я как бы, один раз, вот мы ходим фотографироваться, она же у нас как бы девочка-модель, вот, и один раз я общалась с одной кореянкой, она вышла замуж за американца, и вот ее дочери, у них одна дочь, вот ее дочери 6 лет, и вот у нее тоже такие же, как бы, симптомы, то, что она, то есть, начинает говорить и, допустим, как-то прерывается, то есть, там, или там, мама, мама, что-нибудь такое, да, вот, и мы так с ней разговаривались, как бы, я поделилась, ну, своими страхами, и она говорит, что у нее то же самое, ее дочь вообще в 4 года начала разговаривать, они как раз вот в 4 года когда ей исполнилось, они из Америки приехали сюда, и вот сейчас уже 2 года живут здесь, в Корее, и вот эта женщина мне говорит, что где-то в 3,5 года у нее там были такие, ну, как бы, попытки, да, разговаривать, ну, то ли у нее в садике были проблемы со сверстниками, то ли что, она была очень, с ней такой стеснительной, ну, конечно, моя дочь не стеснительная, она такая, кому хочет, там, палец оторвет, но, тем не менее, в общем, я с ней поговорила, и потом уже окончательно успокоилась, так что, в принципе, не нужно переживать, у детей-белингов из-за того, что в голове 2 языка, а у нас, наша семья, вообще, уже 3 языка получается, то из-за того, что в голове, ну, 2 языка, да, человек еще, как бы, думает, да, на каком языке говорить, во-первых, с тем или иным человеком, и, во-вторых, он, как бы, подбирает слова, то есть, как бы, четкого еще разделения, тем более у ребенка, четкого еще разделения, как бы, на 2 языка, он, хоть и есть, да, но все равно ребенок еще, как бы, мучается, в голове постоянно у него идет, как бы, отбор, да, то есть, мы когда, допустим, ну, грубо говоря, да, перебираем, там, не знаю, зерна, да, там, горох налево, пшеницу направо, то есть, примерно, что-то такое происходит и в мозге у билингва, вот, то есть, где-то в школе уже, наверное, ну, должно, да, как бы, все установиться, но пока сейчас еще сложновато, кстати, что-то ночное, уже, где-то полодинства вечера, может быть, что-то готовит, ну-ка, из, готовится, мука, он с применением муки, в общем, сушеная рыба, из него, изготавливается мука, и вот, из этой муки, как бы, готовятся, такие, такие, так называются, забыла, ладно, в общем, тоже, ничего, как фастфуд идет, уличный, и вот здесь тоже у нас, это у нас, креветки, да, креветки, в нем все, тут манты, жареные, в общем, это уличный фастфуд такой, обычный, я, кстати, еще раз хотела сказать, про нашего мужа, вернее, про моего мужа, тут привычно, все говорят, там, наш муж, наша мама, наш папа, так вот, прикольно, если, допустим, моя дочь, ну, я вот так ее научила, да, я, допустим, говорю, моя мама, и я поправляюсь, в садике говорят, уриома, как бы, не моя мама, да, наша мама, но она меня все равно, называет мама, как бы, я так приучила, ладно, в общем, муж мой, вначале, был очень сильно, как бы, против того, чтобы я разговаривала с дочерью, по-русски, у нас очень много было, по поводу этого, как бы, споров, потому что, ну, корейц, как бы, во-первых, в Корее, как бы, не очень много, да, не такой большой опыт, таких, мультикультурных семей, то есть, на этой основе, как бы, не производились какие-то исследования, да, и, то есть, люди, как бы, не знают, да, что, если есть дополнительный язык, какой-то, да, еще другой, кроме корейского, то это, наоборот, плюс, а не минус, и вот, у него были страхи того, что, как бы, ребенок начал путаться, в общем, у него будут проблемы с языком, вот, и, в общем, он так, очень был, конечно, против, мы с ним очень много спорили, доходило, вообще, до абсурда, что, ну, ладно, в общем, очень много мы с ним спорили, я им доказывала, что, как бы, лишний язык, вот, допустим, я даже по себе, вот, смотрю, да, я была, когда была маленькая, я жила в Махале, ну, Махаля это, такое, административно-территориальная единица в городе, то есть, ну, сначала идет город, да, по размеру, потом идет район, потом идет Махаля, да, то есть, в общем, я общалась в Махале по-узбекски, да, с подружками, то есть, я его выучила, язык вообще узбекский, выучила я именно в Махале, именно на улице, именно с подружками, то есть, дома мы разговаривали всегда на русском, и в русской школе я училась, и в институте тоже по-русски, то есть, только вот, при внешнем общении, я, как бы, выучила узбекский язык, то есть, для меня это не было минусом, с головой у меня хуже не стало, то есть, и тем более, как бы, узбексан, он такой, многокультурный, сколько там, больше 133 живут, да, ну, раньше, по крайней мере, жили, сейчас уже, как бы, не знаю статистику, и тем не менее, как бы, никто с ума не сошел, я вот ему оперировала этими, ему оперировала этими вот данными, да, ну, и своим таким мнением, да, но тем не менее, у меня, ну, так, флажочки, недавно открылся этот сервисный центр, телефоны продают, смартфоны, ладно, и тем не менее, я, как бы, опять эти взгляды, ладно, и тем не менее, я, в общем, ему так доказывала, что, как бы, ничего там плохого нет, можно, как бы, учить ребенка, наоборот, ему будет плюс в дальнейшем, но он вот у меня такой еще дипломатичный, он, да, 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 вроде мы спорим, да, я же упрямая, а он такой более дипломатичный, и вот, вот мы спорим, спорим, да, и, в общем, когда он понимает, что меня пробить нельзя, он соглашается, ладно, ладно, в общем, как бы, ну, типа все, да, чтобы больше не спорили, через месяц, через полмесяца начинается опять, и вот так много раз уже было, да, и вот он все пытался, как бы, меня измором взять, чтобы я, как бы, от своих, как бы, убеждений отреклась, но, тем не менее, конечно, я не отрекалась от своих убеждений, вот, и тут такая улица, питьевая, рестораны, бары, ночные клубы, сейчас вот это два рубки, одно рыбки уже, все за рыбины интересные, такие страшные, очень ладно, и в конце концов, где-то мы, вот как она начала говорить, да, даже до того, уже начала говорить, и примерно в течение года, ну, почти, да, в течение года, мы вот так с ним спорили, постоянно, периодически, насчет того, чтобы я, как бы, не учила, этого, убри, кстати, убри, очень, как бы, калорийные, но они дорогие, корее, вот если бы старались подавать, да, то, довольно-таки, дорогие, подают, как раз таки, хвэ, то есть, это, не наше, хэ, а ухэ, я, делала такое видео, одно, про свой культурный шок, да, про интерфей, ладно, вот, 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 мужчина зазывала, хэ, хэ, мужчина зазывала, свинька зазывала, ладно, в общем, мы спорили, спорили с ним, очень много, на этот повод, по этому поводу, в конце концов, я вот ему даже говорила, найди какой, он же знает английский язык, да, я ему говорила, найди каким-нибудь, там, даже ему, вроде, пыталась он найти, ну, исследование, да, по этому поводу, но он так, как бы, не верил, отнекивался, вот, и я потом, однажды он сам нашел исследование одно, какого-то, по-моему, итальянского, да, итальянца, кажется, ученого, который именно делал исследование по этим мультикультурным семям, да, в Италии, в общем, и как бы, и вот он нам рассказывает, да, что, что наоборот, это большой плюс для детей, если они, как бы, занимаются, как бы, имеют не только ни один язык, да, и вот так это впечатлило его, это исследование данного профессора итальянского, что вот после этого все, как бы, его как отшибло, он больше вообще не, как бы, не заводил, да, разговор на эту тему, исследование было на английском языке, вот, и он так, как бы, не разговаривал, потому что все, как бы, закончилось, вот, мои мучени закончились, а когда уже дочь уже заговорила полностью, и когда он увидел, что он разговаривает намного лучше, чем по-русски, он тогда уже вообще успокоился, то есть, тут уже, конечно, немножко я начала переживать, как бы, да, что у него русский язык отстает, но, тем не менее, что еще можно ожидать, если ребенок разговаривает со мной только по-русски, и больше, как бы, не с кем ему разговаривать по-русски, а остальные все, как бы, общения у него уйдут только на корейском, и то, что, как бы, ну, я, как бы, добилась того, что она хотя бы меня понимает, и хотя бы отвечает мне на русском, по каким-то знакомым таким ей фразам, да, то есть, уже это, я считаю, как бы, большой прогресс для меня, ну, и для нее, да, то есть, моя заслуга, я считаю, да, и потому, что я очень видела много здешних девушек, вернее, наших девушек, которые замужем за корейцами, да, и вот они не считают важным учить ребенка своему языку, и вначале меня это очень, как бы, не то, чтобы раздражало, но как-то я не понимала, ну, как так, это же твой родной язык, ты поедешь домой со своим ребенком, да, и твой ребенок не сможет два слова связать с твоими родителями, то есть, два слова не связаны с твоими родителями, да, ну, как бы, это неуважение к твоим родителям, получается, вначале, конечно, я, как бы, этим девочкам, ну, говорила, да, ну, как так, это же, ну, язык, да, вот, тут, ну, на тарелочке, заголовную каемочка, да, для ребенка, а вот мать, как бы, ленится, не учит его, а потом, конечно, со временем, как бы, я думаю, а, ладно, это, в принципе, личное дело каждого человека, то есть, как бы, я не имею, как бы, права, не имею, как бы, морального права, кого-то там заставлять, учить, ну, в принципе, все, да, у меня уже батарейка садится, всем пока, на этом я уже заканчиваю свой влог, начну, домой пора уже, мне звонили, ну, ладно, всем пока, с вами Благгульнос, ок, пока, вся красная, замерзла, всем пока!